Здравствуйте, дорогие мои друзья! Ну что же, жизнь все время веселит. Пугает, но меня веселит. Я смотрю этот телек и просто наслаждаюсь. Опять же, на экранах великолепный, так сказать, лысоватый император. И опять он мочит коры. Да такие коры, я думаю, ну ты, блин, даешь. Ну ты, блин, лысый даешь. Ты, блин, даешь, ну не даешь ты уголя стране, как бы говорить. Ты даешь дерьма стране. И опять же, позор. Вот каждое слово позор. Знаете, вот стыдно, мне стыдно за нашу страну. Мне стыдно, что лысый говорит такие вещи. Ну, для начала. Он с Меркель, значит, нормально встретился, довольный до усрачки, что его еще признают, типа, тетя Меркель сама приехала к нему, там, типа, побазарить, по-пацански. Ну да, приехала, наверное, чтобы посмотреть. Ну что там, еще жив, лысый-то жив, еще отвечаешь, не совсем у тебя шарики за ролики-то съехали. Не начнешь ли там случайно кнопочку-то нажимать? Потому что все опасаются. Все в мире опасаются. Как бы не переклинило в этой головушке что-нибудь, и он там не начал бузатерить по-крупному. Ну, так что же, он, Путин против революции. Друзья мои, не секрет, наверное, ему в душных ночах в бункере, или где он там на шикарных золоченых постелях в стиле Людовика не очень хорошо спится на этих мягких перинах. Наверное, как принцессе на горошине. Он ворочается, и вспоминаются, наверное, ему кадры, которые, как и мы все, наверное, смотрели, знаете, часто фильмы о революции, когда революционные матросы, так сказать, берут зимний, и там как бы на штыках поднимают неких буржуинов. Ну, наверное, вот эти вот ассоциации, вот эти фильмы, как он не хочет их выгнать из своего сознания. А в советское время там КГБшники-то должны были про дедушку Ленина фильмы смотреть. Все это патриотизм въелось в него. И вот эти кадры, кошмары, наверное, он просыпается в холодном поту и слышит, нет ли там случайно революционных матросов или, я не знаю вам, революционных навальнят. И вот он при фрау Меркель, значит, сказал, что мы против революции. Нам, так сказать, в Россиюшке революции достаточно, что мы за революционный путь. Друзья мои, я всецело скажу, браво, браво, Плешивый, браво, молодец. Конечно, мы тоже, нам тоже не нужны революционные матросы. Хотя с каждым днем, с каждой минутой кажется, что, может быть, и нужны. Знаете, может быть, и нужны. Потому что, как бы, эволюции-то не получается. Эволюция-то, когда все идет гладко, когда идет разумно, а не когда бесноватые, так сказать, граждане, совершая неадекватные поступки и губя свой народ и свое государство. Вот это вот, вот это не эволюция. Это, так сказать, наоборот, регресс. Регресс и гниение. То есть, когда нету эволюции, наступает гниение. И, так сказать, наш император уже добился, что здесь все гниет. Здесь вот, где вот, не нюхни, хотя даже здесь, вот в этом, можно сказать, на природушке, на матрушке-земелюшке, все равно несет путинской вонью. Как вот не говори, вот где вот, везде несет этой вонью. И это вот правильные слова, он всегда говорит правильные слова о том, что мы поможем, у нас развивается, у нас сильная армия, у нас мощные спецслужбы, у нас нету коррупции. Ни в коем случае он даже сам издает какие-то законы против коррупции. Но в них, наверное, не включены. Там они могут поймать пару полковников там с золотыми туалетами, ну, которых сами же и вырастили. Так вот, для вида. А сами-то они так жируют, как говорится, на нашей с вами шее и на шее нашей многостандартной страны. То есть, знаете, пчелы против меда, Путин против революции. Браво, друзья мои. С этим я согласен. Но своим поведением он, похоже, сам доводит. То есть он, на самом деле, самый главный, так сказать, инициатор. Он самый главный экстремист. Потому что своим поведением, поведением своих этих вороватых друганов он доводит эту страну именно вот до такого резкого кризиса. Ну, это он еще при фарау Меркель. И, друзья мои, конечно, что ж тут говорить? Его заигрывание с бородачами. Насколько они прямо в восхищении. И он говорит, что надо дать им возможность. Надо дать им, чтобы они самобытно. Это он имеет в виду, чтобы у нас тоже как бы никто не вмешивал. Что у нас самобытно. Мы самобытно своих, как говорится, под нож пускаем. И все разрушаем. Тоже это наша самобытность. И эти граждане, так сказать, с бородами в Афганистане, тоже они очень самобытные. Они уже были самобытными. Они там, ну, совершали и публичные казни, и очень многое натворили. И сейчас они продолжают это делать. Посмотрите, хотя заявление, что ну и там мирное, уже там списки есть. И они этих людей... Вы думаете, просто так в аэропорту люди там на шасси бросаются под самолет? Вот до какого степени отчаяния и понимания внутри себя? Что с ними будет, когда они их поймают? Вот это вот... Не думайте, что это шутки. И там женщины, которых там не будут куда пускать. Это пришли мерзавцы. И что они скажут? Мы говорим, что они им будут наркотиками. Будут они торговать. Будут они по всему миру. И у нас они будут. Но наши с ними, типа, заигрывают с этим запрещенной организацией. И уже даже, я не знаю, правда это или нет, мне вот скинули тут, что какого-то посла даже. Новый посол Афганистана, которого как бы именуют там кандагарским мясником. И с ним, наверное, будет обниматься и целоваться лавруша наша. Лошадиная морда, так сказать, из этого... из МИДа. Они уже с ними говорят. И говорят, мы нормальные ребята. Это нормальные ребята, с ними можно договориться. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. А вот эти у нас нормальные ребята, похоже, у нас все эти нормальные ребята, вот именно какие-то с прибавкой мясник. Или кровавый мясник, да, вот, как бы показывает, кто у нас-то. У нас что, вегетарианцы? Вот эти вот плешивенькие вегетарианцы? Нет. Нет, я вот такое впечатление, что они как бы... Как бы пьют и закусывают именно вот тем такой субстанцией. Сами понимаете, какую, не буду говорить, чтобы не обострять. Так что, друзья мои, беда, беда, друзья мои. Но с каждым днем вот эти наши физиономии, они все больше открываются. Все слетает, вот даже вот этот вот легкий налет какой-то. Нет, это просто, просто откровенные. Ну, дело в том, что если бы они были злодеями, это еще полбеды. Но они неадекватные злодеи. Они злодеи, которых просто у них там, я не знаю, там в голове сномище бесов, которые могут подтолкнуть их к любым действиям. Поэтому Путин против революции. Ну, конечно, я тоже против революции. Поэтому в этом мы с ним согласны. И в эволюционном пути я тоже с ним согласен. Но вот, по-моему, эволюция нашей страны заключается в смене власти. В мирной, нормальной смене власти. Пусть со скандалами, пусть, как говорится, народ побурлит. В конце концов, выскажет свою волю. Пусть ошибется даже, какого-нибудь идиота назначит. Но хуже-то вряд ли еще можно подобрать. Хотя, знаете, может, может быть. Но, во всяком случае, должна быть смена, чтобы мы в любой момент могли сказать этому идиоту. Ну, или лучше показать ему, как говорится, дорогу крепким коленом куда-нибудь на свалку истории. Вот это вот замечательно. А когда один как гвоздь он будет сидеть, этот вонючий клоп, и отравлять всю страну своими миазмами. Ну, друзья мои, я устал от этой гони. Вы, наверное, тоже устали. А он сегодня устает. Труженик невозможный. Прямо все руки в мозолях. Ладно, друзья мои. Ну, извините уж за это, как его сказал, что накипело на душе. Все, пока. КОНЕЦ Продолжение следует...